Что я толстая, раз я не могу никак поднять свою попу. Я стою себе в теплой водичке, даю лапкам отдохнуть. Я просто как моторная лодка какая-то. Лечу! Привет, я Киса Алиса. Ты что, у тебя до сих пор кнопка подписаться красная вместо серой? А ну быстро подписывайся. Я проверяю. Ну-ка, перевращай кнопочку из красной в серую. Вот так, спасибо. А я дома сижу, потому что на улице какие-то страшные крабы красные ползают. Пыхтят и весь двор нам разворотили. Я не хочу туда выходить, мне страшно. Поэтому вместо настоящих мышей приходится разделываться с искусственными. О, а песики не боятся. Вон они там тусуются, купаться бегут. Слушайте, ребята, может нам в следующем видео челлендж устроить? Растут такие горы. Кто из нас круче лазает, да? А можно еще на скорость ползать в канаве длиннющей, огромной. Это будет просто супер-мега-мега-супер-экстремальный челлендж в диких условиях. А еще у нас тут гигантская яма и прикольное место есть для соревнований. Ставь лайк, если хочешь такое видео. Да, и мы устроим такой челлендж. Будем соревноваться, кто из нас быстрее и круче. А еще можно перелазить или перепрыгивать через эти штуки. А еще можно устроить соревнования, кто быстрее плавает. Так что давай ставь лайк. А сегодня пиши в комментариях, кто по-твоему лучший плавец? Мишка, Эйвен, Софи или Юмичу? Пиши вот там внизу, а я потом посчитаю, за кого было больше голосов. И узнаем, кто круче плавает, по вашему мнению. А я Софи, и чур я первая. Ой, кстати, а ты видел сегодня новое видео на нашем канале Мэджи Фэмили, где мы с Аней вместе снимаем? Там целые 24 часа нашей жизни, с утра до ночи. Я вот там вот внизу ссылку оставлю, но там все не просто так. Надеюсь, меня никто не услышит. Там Аня еще и скрытую камеру поставила и сняла такое, кое-что ужасное. А еще там наша новая тачка, куча покупок. Все, не буду рассказывать. Сам все увидишь. Сходи потом и посмотри. Так, мне надо забраться в бассейн. Я же научилась туда залазить. Надо вспомнить как. Как я это делала? А, вот так вот. Я ставлю лапки вот-вот-вот сюда. Стул качается подо мной, пытаюсь запрыгнуть. И-и-и-и-и-и-и. Э-э-э, неужели все и правда правы, что я толстая? Раз я не могу никак поднять свою попу. Неужели я такая тяжелая? Я не толстая? Я не толстая? Э-э-э, кайф, солнышко светит, водичка прохладненькая, ура. Сейчас надо перенастроить свой моторчик и показать ребятам, как я круто плаваю, чтобы они проголосовали за меня. Когда Аня в самом начале только купила бассейн и наполнила его, на дне и стенках было много жарчины, но вода сама по себе была прозрачная. Потом Аня постоянно как-то пыталась ее очистить, но мы продолжали тренироваться. Я плавала практически каждый день. Но своей самой главной фишкой, чтобы от всех отличаться, я постоянно тренировалась доплывать до мячика, хватать его и вытаскивать. Это мое самое главное отличие от всех, пока что никто этого не умеет. На самом деле это не так уж и просто. Знаете, как надо быстро лопами гвести, чтобы мячик не уплыл? А потом еще его как-то в рот зацепить, схватить и удержать. Он все время выпрыгивает из морды и надо его удержать. Вот и в этот раз я заметила мяч, схватила его, а теперь главное с ним доплыть до края бассейна, выкинуть его и вылезти. И свою толстую попу вытащить. Мячик, иди сюда. Попался? О, это было тяжело. Ну я справилась, я мяч достала, а это главное. Кажется, вода в нос попала. Я надеюсь, ребята проголосуют за меня. Кто еще так круто мячики вытаскивает из воды, а? Так, теперь надо высушиться полотенчиком. Хоть сегодня жарко, водичка теплая и солнышко. Простудиться никто не хочет, да? Мишка, Миша, иди сюда. Посмотрим, чему научилась Мишка за это время. Уже вижу несколько голосов в комментариях за Софи. А я Миша, лайк. Ну вы меня знаете, я скромная. Я прыгаю плохо и залазить в бассейн не научилась. Но зато я научилась кое-чему интересному, чего не умеют остальные. В общем, моя проблема с самого начала, я вообще не могла понять, как плавать в бассейне. И поэтому мне никак не получалось плавать без остановки. По кругу или от стенки к стенке. Я все время плыла к бортику и Ане приходилось меня от него отталкивать. И постоянно вытаскивать из воды, чтобы я могла сделать передышку. И сейчас я покажу, какой способ я бы для себя придумала. Я научилась плавать долго и не подплывать к бортику, чтобы Аня меня вытащила плавать по кругу. И вообще я начала получать удовольствие от плавания, потому что я нашла такое местечко в бассейне, где я могу встать на дно задними лапками, зацепиться за край бассейна передними и держаться и вот так стоять отдыхать. Я, если честно, сама себе удивилась. Какой классный способ я для себя придумала. Пока что я не видела, чтобы кто-то из собак догадался до моей такой хитрости. Я так постою, поотдыхаю немножко. Я стою себе в теплой водичке, даю лапкам отдохнуть, а потом отпускаю и снова отправляюсь в плавание. И Ане не приходится теперь каждый раз меня вытаскивать. Я плаваю очень долго в бассейне, останавливаюсь, когда хочу, делаю передышку и потом плыву дальше. А не цепляюсь за бортик, чтобы меня поскорее вытащили. Теперь у меня есть хороший способ. Правда, выпрыгивать до конца сама я так и не умею. Но может быть со временем я всему научусь и у меня обязательно это получится. Когда-нибудь, может даже не этим летом, но все-таки получится. А теперь пойду позову Эйвана и он покажет, чему он научился, потому что вы очень сильно удивитесь. Эйван, иди покажи, какой ты крутой плавец теперь. Хм, если честно, Мишка меня даже удивила. Кажется, внизу в комментариях появляются голоса из-за нее. Посмотрим, что нам покажет Эйван в этом соревновании пловцов. Привет. С самого детства у меня была всегда проблема в плавании. И поэтому в нашем бассейне я также греб слишком сильно лапами. Брызги попадали мне в морду, а вокруг было много слишком волн. Я тренировался каждый день. Я плыву, 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 я гребу, гребу, гребу. И каждый раз брызг было так много, что я сам в них чуть не захлебывался. Короче, это было трудно. Да как же мне надо научиться грести лапами, чтобы эти брызги не получались, а? Я просто как моторная лодка какая-то. Скоро вода в бассейне закончится из-за меня. И вот наконец-то в какой-то из дней я кажется понял, как надо грести. Я стал перебирать лапами по-другому. Я перестал захлебываться и брызг стало намного меньше. Надо запомнить, как это делать. И теперь даже если я не побежду в этом челлендже, я горжусь тем, что я стал плавать намного лучше. Бррр, трясануть попкой? У меня-то не столько шерсти, сколько у девчонок. Вот так. Недавно мне в нашем инстаграме написали, что я похож на волчонка. Ага, разве? Ладно, посмотрим, проголосует кто-нибудь за Эйвана или нет. О, покемон бежит. А я покемон Юмичу. Сейчас покажу, чему я научилась. Такого из них никто еще не умеет. Лечу! Я покемон Юмичу, лечу куда хочу. Я научилась запрыгивать в бассейн. Видали? Смотрите. Лечу! А меня некоторые мыджики называют выдрой. И они тоже, потому что когда я плаваю, я типа похожа на выдру. Я научилась очень круто запрыгивать в бассейн. Но пока что мячики, как тетя София, я вытаскивать не умею. Зато смотрите, как я умею классно плавать и поворачивать. В этом мне помогает супер покемон хвост. А еще сейчас покажу. Раз, два, три. И они внутри. Я умею выпрыгивать через бассейн. А тоже не только запрыгивать, но и выпрыгивать. Я покемон. Подари мне свой голос. Грррр. Интересно, а за Юмичу вообще кто-нибудь проголосует? Э, слушайте, я походу нашла сухой бассейн. Это не бассейн Юми, это крышка-тент. А я думала сухая вода. Бррр, можно купаться и не промокать. Софи, ты опять тренируешься? Научусь, как Юми запрыгивать и как Миша стоять на дне. А ты скорее плыви на канал Мэджик Фэмили и смотри там новое видео. Самый большой влог, такого еще не было.